Здравствуйте, Рамзан Бородатович, рад вас видеть. Аналогично, Владимир Доктринович, Дон. Отлично выглядите, Дон. Хотел бы я в ваши годы, Дон, тоже вот так выглядеть, как вы, президентом России, Дон. Ну, Рамзан, ты сначала доживи до моих лет. Ох, Кармел Кармелович, как говорится, не обещаю, Дон. Но буду стараться дожить, если всякие там шайтаны, Дон, не будут стараться, чтобы я не дожил, Дон. Да-да, я как раз вас пригласил об этом поговорить. До меня тут дошли слухи, что вы уважаемым людям угрожаете какими-то кровными местями. Каким еще уважаемым, Дон? Что вы такое, Дон, говорите, Дон? Эти шайтаны специально наняли людей, Дон, чтобы меня, как это, Дон, правильно сказать, ликвидировать, Дон, сейчас, секунду, ликвидировать, Дон, хотели меня, Дон. У меня, между прочим, есть все Дон-казательства. Подождите, вы сейчас о чем? Кто вас хотел ликвидировать? Ну, вот этот, как его, Дон, Каримат. Какой Каримат? Ну, сенатор этот ваш, Каримат Сулеймов. Сулейман Керимов? Да-да, вот он и два его, вот этих, пододеяльника, Дон. Не понял, каких пододеяльника? Ой, не пододеяльника этих, два его подельника, Дон, вот эти тугодумы госдепа, ой, депутаты госдумы, Дон, они вот это готовили на меня потушение, Дон, а я так просто себя потушить не дам, Дон. Подождите, так а что вы там с ними не поделили? В том-то и дело, Дон, что мы ничего не поделили, Дон. Хотя делить там, Дон, поверьте, было что. Это вы сейчас про этот, как его, Барбарис? Вайлд Барис. Я им, Дон, предложил поделить все по-честному, Дон, чтоб все мне и ничего им. Как говорится, Дон, и мне приятно, и им тоже ничего не будет за это, Дон. Нет, ну, схема-то знакомая. Я и сам уже больше 20 лет ею пользуюсь. Но вы же понимаете, что те, кому вы объявили свою месть, это не последние люди в стране. Не, ну, конечно, понимаю, Дон. Последних людей в этой стране вы уже давно отправили на СВО. Поэтому, Дон, теперь приходится брать людей из Северной Кореи, Дон. Болван, Рамзанович, я не это имел в виду. Я к тому, что это близкие мне люди, с которыми у вас возникло недопонимание. Понимаете? Конечно, недопонимаю. То есть, понимаю, Дон. Но кто они такие, чтобы угрожать мне? И кто я такой, Дон, чтобы не угрожать им? Если я этих шайтанов где-то встречу, Дон, я вот так вот одного возьму. Вот так вот второго, Дон. Сколько их там трое? Третьего тоже вот так вот, Дон, возьму. Вот так вот в глаза им каждому посмотрю. И доходчиво им объясню, Дон, что они не того лапали, Дон. Ой, не на того напали, Дон. Все, быстро извинились. Иди отсюда, Дон. Ты тоже, Дон. Не понял, Кальмар Ахматович, у вас что, три руки? Конечно, Дон. Как говорят, одна голова хорошо, а три руки лучше, Дон. Ну, с этим спорить не буду. А вот насчет кровной мести в 21 веке, я считаю, это перебор. Мы все-таки живем в цивилизованном обществе. Я еще понимаю, напасть на соседнюю страну или пугать весь мир невзлетающими сарматами, это еще куда не шло. Но объявлять кровную месть еще и моему личному кошельку, ну, это вообще не по-пехотински, Рамзан. А завтра что? Вы объявите кровную месть моему чемодану, что ли? Ой, Бродело, Бродело, ведь вы же меня знаете, Дон. Я же это не серьезно. Просто хотели немножко припукнуть. Эрелон, знаете, как говорят, угрожать, не мешки ворочить. Ладно, вы, конечно, можете делать, что хотите. А я и так всегда делаю, что хочу, Дон. Но если вам интересно мое мнение, Ну, вообще интересно, Дон. То этот конфликт надо как-то разрешить. Не, ну, если надо, то я вам разрешаю, Дон. Потому что мы все так или иначе плывем в одной лодке. И сейчас не время ее раскачивать. Почему, Дон? Ну, потому что кое-у-кого есть все шансы вывалиться за борт. И если это буду я, то у меня есть опасение, что никто из вас мне спасательный круг не кинет. Поверьте мне, Дон, я кину. Рамзан, то, что ты можешь кинуть, я прекрасно знаю. И это меня беспокоит. Поэтому я бы тебе советовал все-таки забрать свои слова обратно. Забрать свои слова обратно? Никогда в жизни, Дон. Ну, а если я вас хорошо попрошу? Хорошо попросите, Дон. Я прошу вас забрать свои слова обратно. Забрать свои слова обратно? Никогда в жизни, Дон. Вы же знаете эту известную, Дон, поговорку. Слово не воробей. Вылетит, на хлеб не намажешь, Дон. Ну, хорошо. Давайте вы не будете забирать свои слова обратно, а просто скажете, что случайно оговорились. Это что вы имеете в виду, Дон? Ну, например, вы хотели сказать не объявить кровную месть, а подоить коровью смесь. Не понял, Дон. Что такое коровья смесь, Дон? Согласен. Неудачный пример. О, вы хотели подарить ковровую шерсть. Как вам такой вариант? Не, ну, дарить ковровую шерсть это как-то не солидно, Дон. Давайте я лучше скажу, Дон, что я играл в преферанс, Дон, и объявил козырную месть. А им всем послышалось, что я, Дон, объявил кровную месть. Вот-вот, абсолютно верно. Мне, кстати, тоже сейчас так послышалось. Хорошо, Дон, так и сделаю, Дон. Но только пусть они потом передо мной извинятся за то, что я оговорился, Дон. Ну, это вы уже между собой решите. Мне главное, чтобы во всей этой ситуации были, так сказать, и волки сыты, и овцы целы. Ховальностью с вами согласен Владимир Владимирович, Дон. Вы занимаетесь волками, а овец я беру на себя. Отвечаю, Дон.